Дополнительные стипендии для калужских студентов, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ, будут увеличены. Такое решение принял губернатор Анатолий Артамонов. И чихают на хлеб и кашляют. Горожане спрашивают, почему Обнинский хлебокомбинат нарушает требования по транспортировке хлебобулочной продукции. Православная святыня в Наукограде. Чудотворная мироточивая икона Богородицы Умиления Локотская будет пребывать в Обнинском храме святителя Луки до 31 декабря. Теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. В Обнинске прошло заседание Совета калужских ректоров, в котором приняли участие глава региона Анатолий Артамонов, министр образования и науки области Александр Аникеев и ректор МИФИ Михаил Стриханов. Говорили о новых критериях оценки эффективности работы руководства вузов, а также приоритетных направлениях, которые перед ними обозначает Федеральное министерство образования. Коснулись и ситуации в Калужской области. В частности, сокращение численности калужских студентов. Уменьшилось и количество вузов. Вспоминая о том, как еще 10 лет назад в регионе были десятки филиалов частных вузов, Анатолий Артамонов еще раз высказался в пользу государственных образовательных учреждений. При этом количество первокурсников, поступающих в Калужский государственный университет, за последние годы увеличилось в 4 раза. Причина такого успеха в укреплении материально-технической базы. Что касается молодежи, получающей образование в Москве и других городах, то их нужно возвращать в родной регион, создавая здесь лучшие условия труда и отдыха. Сказал губернатор и о конкретных мерах поддержки трудолюбивых студентов, которые уже сделали свой выбор в пользу Калужской области. 59 первокурсников с высокими баллами сегодня уже получают, это в качестве поддержки, о которой я говорю, получают дополнительную стипендию от 3 до 5 тысяч рублей. Я сейчас дал указание, Александр Сергеевич, там не надо, мы вам дополнительно бюджет эти деньги выделим, чтобы это было от 5 до 10 тысяч рублей и пересчитайте с 1 сентября. Для чего мы это сделали? Два результата я ожидаю. Первое, это то, что ребята, которые знают, что их семья не очень богато живет, они уже соображают, они скажут, я должен помочь своей маме, тем более есть мама-одиночка, допустим, воспитывает девчонку или парня, и будет постарается учиться, а это как раз нам на руку. И второе, это мама сама может сказать, там, дочка или сын, ну помоги мне, ты сдай этот ЕГЭ нормально, и ты смотри, ты 5 лет или там 6 в Бауманском, ты будешь мне помогать, ты каждый месяц будешь получать 10 тысяч, и эти деньги мы будем индексировать. Уже в течение года на базе телекомпании Обнинск ТВ проходят практику участники образовательного проекта Центра молодежной журналистики. Кто-то из них в будущем, возможно, будет работать на телевидении, а вот десятиклассник Михаил Чиликин интересуется еще одной профессией – политика. Не случайно Михаил встретился с самым молодым депутатом Обнинского городского собрания Евгением Халецким, о чем они беседовали в нашем следующем сюжете. У любой профессии ценятся опытные рабочие кадры, особенно молодые. Евгений Халецкий – депутат городского собрания, старший по дому, предприниматель. Но каков же был его путь в депутаты? А так, активная общественная деятельность у меня давно. Я еще со студенческих лет активно принимал участие в различных мероприятиях. Что-то сам организовал, и турниры по футболу проводили среди вузов, и в патриотических акциях «Спасибо за жизнь» и так далее. Поэтому вся эта общественная работа мне интересна была давно, участвовал по мере возможности. Евгений Халецкий – старший по дому. Он ведет активную работу с жителями по адресу проспект Маркса, 86. Субботники, ремонтные работы, устранение иных проблем – все это входит в его обязанности. Касательно домов, здесь на самом деле все очень просто – это взаимоотношения собственников и управляющих компаний. Здесь никто ничего не придумает. Иногда люди на собраниях любят покричать, я напишу Путину, Артамону и так далее. На самом деле все гораздо проще, одновременно сложнее. Надо просто выстроить свои взаимоотношения с управляющей компанией. «Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты», – так говорила Элеонора Рузвельт. У такого политика, как Евгений Халецкий, есть и своя депутатская мечта. «Мечта, желание, стремление – это все-таки, чтобы как можно больше наших жителей были грамотными потребителями жилищно-коммунальных услуг, чтобы они относились к своему имуществу как к своему, как это положено. Потому что все дома, все подъезды – это наше с вами имущество, собственников дома. Это надо осознать. И вот хотелось бы именно этого – понимание, желание, стремление от жителей участвовать в жизни своего дома, двора, города». Депутат – это человек, который умеет слышать и слушать пожелания жителей. На основе разных мнений и предложений формирует единую позицию по какому-то вопросу и воплощает эти идеи в жизнь. Так Евгений Халецкий ответил на вопрос, кто такой избранник народа. Для него это первый депутатский срок. Впереди годы работы, реализация планов, решение проблем горожан. Можно лишь пожелать успехов Обнинскому городскому собранию. А горожанам посоветовать вести активную общественную жизнь, делать жизнь в городе лучше не только для себя, но и для окружающих. Михаил Челикин, Алексей Резвых, Обнинск ТВ Уже не одно десятилетие Обнинский хлебокомбинат кормит горожан свежим хлебом. Несмотря на то, что сейчас есть альтернатива местной хлебобулочной продукции, многие по привычке покупают обнинские батоны и буханки. Только вот внимательные горожане уже не в первый раз обращают внимание журналистов на то, что транспортировку своей продукции хлебокомбината осуществляет с нарушениями. Какой одеваться, где какие точки, они везде одинаковые. Что в Дикси наш хлеб обнинский, там можно выбрать, но я не знаю, те другие производители, какие они, может быть, они еще хуже. Многие жители нашего города покупают горячий хлеб в фирменных киосках обнинского хлебокомбината. Только вот привозят его туда без упаковки, объясняя это тем, что горячий хлеб в пакете начинает запотевать, появляется конденсат. Однако соблюдать санитарные нормы при транспортировке хлебобулочной продукции все же необходимо. При перевозке изделия должны быть укрыты специальными чехлами, чтобы на них не попадали микробы. Однако никаких чехлов на контейнерах нет. До места реализации лотки с хлебом в открытом виде провозят мимо большого количества людей. И по дороге к прилавку вероятность попадания на свежевыпеченную хлебобулочную продукцию различных болезнетворных бактерий весьма велика. Почему нарушаются правила транспортировки? Получить ответ на этот вопрос от представителей хлебокомбината нам так и не удалось. Каждый покупатель решает сам, что ему покупать. Аромат свежеиспеченного хлеба очень привлекателен, и именно он часто является определяющим при покупке. Но, к сожалению, не всегда эта ароматная продукция оказывается полезной для здоровья. Да и качество могло бы быть и получше. А нравится вам качество? Нет. А что не устраивает? Во-первых, белый батон его режешь, весь крошится. Столичный тоже стал уже менее съедобный. Но качество ухудшится. Выбор продукции всегда остается за потребителем. Каждый решает для себя сам, где и что покупать. Однако следует помнить о том, что приобретая свежий хлеб, который перевозится с нарушениями санитарных правил, можно навредить своему здоровью. Елена Гаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Видимо, Дед Мороз услышал многочисленные пожелания обнинцев и в начале недели порадовал нас настоящей новогодней погодой со снежком. Во вторник утром многие горожане обнаружили свои автомобили, превратившиеся в сугробы. Труженики муниципального фронта, между тем, были в полной боевой готовности и немедленно приступили к расчистке дорог и тротуаров. В уборке снега была задействована вся доступная техника. Впрочем, уже в среду горожане вновь преодолевали многочисленные лужи от растающего снега. Декабрь нынче выдался аномально теплым. А в прошедшее воскресенье погода и вовсе побила все рекорды. Столбик термометра 17 декабря поднялся до 8 градусов тепла. Говоря, такого не было со времен Александра Второго. В ближайшие дни ждать существенного понижения температуры тоже не приходится. О событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, расскажу в нашем следующем сюжете. 19 декабря во второй половине дня жертвой преступников стала пожилая семейная пара. Двое молодых людей ввели в заблуждение пенсионеров, предлагая им приобрести чудо-аппарат от всех недугов всего за 12 тысяч рублей. Доверчивые граждане согласились и купили разрекламированную вещь. И лишь после ухода лжецелители и потерпевшие обнаружили, что это обычный массажер, цена которого в интернет-магазине составляет всего 500 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Ведется розыск подозреваемых. А на днях в непростую ситуацию попал водитель вот этого грузовика. Двигаясь по дороге в районе Кобицыно, мужчина не туда повернул и угодил в яму, заполненную водой. Пробыв в плену этой ловушки около двух дней и, наконец, поняв, что самостоятельно выбраться уже не сможет, прибегнул к помощи эвакуатора. В 15.30 водитель Рено, выезжая с улицы Блохинцево, из-за параллельно поворачивающего с ним авто не заметила и не пропустила на марку Джили, которая двигалась по главной. В результате столкновения последняя съехала в кювет. К счастью, никто из участников движения не пострадал. Буквально через час на треугольной площади по невнимательности одного из водителей произошло еще одно ДТП. Владелец Нивы Шевроле, выезжая задним ходом со стоянки, не убедился в безопасности своего маневра и зацепил Тойоту, которая оказалась позади. Водитель японской иномарки заметил выезжающее авто и отъехал подальше. Но, к сожалению, избежать аварии не удалось. В Обнинском храме святителя Луки архиепископа Симферопольского, действующем при медицинском радиологическом научном центре имени Анатолия Цыба, на днях состоялась встреча удивительной православной святыни, двухсторонней чудотворно-миротачивой иконы Богородицы Умилении Локотской. Чудотворные иконы Умиления облуживающие и вопиющие со слезами. Образ, который мы привезли сегодня в Обнинск, это любимая икона преподобного Серафима Саровского, Святой Руси, чудотворца. Икона начала мироточить в ноябре 1999 года и имеет впечатляющую историю. С этой святыней православные связывают множество чудес, таких как слезоточение самой иконы, исцеление молящихся, нахождение пропавших без вести людей и даже обновление других икон, побывавших рядом с этим удивительным образом Богородицы из селения Локоть Брянской области. В этом селении 20 лет назад Роба Божия приобрела в местном магазине просроченный календарь, который продавщица хотела выбросить за ненадобностью. Она его купила, чтобы не допустить осквернения. Образа Матери Божией принесла домой и, отрезав численник, повесила дома как икону. И у нее в доме образ стал благоухать и замироточил. Об этом сообщили правящему архиерею. К его приезду решили образ поместить в рамочку. И когда сняли со стены, увидели, что на обратной стороне она явила другой, нерукотворный образ. Глядя на икону, сложно представить, что когда-то это был всего лишь бумажный календарь. Ведь сегодня она одета в красивые и дорогие ризы, изготовленные специально для нее мастером самого патриарха всея Руси. Впрочем, на этом чудеса, дарованные иконой, не завершились. «Оказывается, кроме лика Матери Божией, здесь присутствует еще одно изображение, которое раньше до него никто не увидел и не замечал. И это неудивительно, потому что этот образ находится вот здесь. И мы его все прекрасно знаем. Знаем по изображению на Туринской плащанице, лика распятого и воскресшего Иисуса Христа». Встретить чудотворную икону в Обнинском храме святителя Луки собрались не только прихожане этого храма, но и другие православные жители Наукограда. Встретят в Риме, пойдет крестный ход из Сарова-Вдивеева. Народу будет как полосил поле, а впереди будут нести чудотворную икону. В соответствии с расписанием, опубликованным на официальном сайте храма, молебны с акафистом или водосвятием будут проводиться здесь ежедневно. Икона останется в Обнинске до 31 декабря, а затем продолжит свое путешествие по православным приходам России и зарубежья. Наталья Подорога, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать сегодня. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. А мы прощаемся с вами. До завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова